Кроссфит, чувашка, сильнее, выше, сильнее! Так начались упражнения с главным тренером спортивного клуба Центра Тяжести Фёдоровым Сергеем Геннадьевичем. В детской юношеской спортивной школе номер один города Новочебоксарск молодые спортсмены осваивали неординарный вид спорта – кроссфит. Благодаря своей эффективности и направленности на практическое применение комплексная спортивная программа кроссфита привлекла тех, кому не безразлично развитие собственного тела. Кроссфит – это система общей физической подготовки, функциональный тренинг. Она создана таким образом, чтобы вызвать максимально широкую адаптационную реакцию организма. Вообще это спорт физического развития. То есть в кроссфите человек развивается непосредственно во всех областях своих возможностей. Он становится быстрым, он становится мощным, он становится сильным, точным, метким. Все стороны физического развития охватывают на кроссфите. Сергей Федоров начал свой спортивный путь под руководством тренера-тяжелоатлета Александра Васильева, который увлек его пауэрлифтингом. Тренингскую деятельность ведет с 2009 года. За это время было присвоено звание мастера спорта и к концу 2012 года ожидается получение сертификата мирового уровня тренера по кроссфиту. Как утверждает Сергей Геннадьевич, принцип проведения занятий кроссфитом состоит в постановках трех раундах на время. Бег на 400 метров, поднятие гири максимального веса, 12 подтягиваний. Задача такова – выполнить всю тренировку целиком за минимальное время, отдыхая между упражнениями как можно меньше или не отдыхая совсем. Выделяются три типа нагрузки – тренировки основных функций метамолизма, гимнастика, упражнения с собственным весом и тяжелый атлетик. В последнее время в России кроссфит уверенно набирает обороты. Хотя еще нет специализированных залов – это вопрос времени, так как количество людей, индивидуально занимающихся кроссфитом, увеличивается с каждым днем. Мы привлекаем граждан при общении к здоровому жизни, соревнования проведем, чтобы выявить наших атлетов, чемпионов, для того, чтобы было явно видно, к чему человек идет на его финальный рейтинг. Главное в кроссфите – воспринять, изучить и тренироваться до автоматизма. Кроссфитеры любого уровня двигаются в одном и том же направлении – от функциональной компетентности к функциональному совершенству. Основа такова – весь фокус в технике движения. На самом деле это очень хорошая утренняя зарядка получилась, потому что реально все мышцы губ прям работают. Ты чувствуешь, что они напрягаются, работают и вообще это очень клево. Вы себе сами упражнения понравились? Мне очень они понравились, потому что на самом деле на выносливость, скорость и вообще ты узнаешь свои возможности, потенциалы, какие у тебя там заложены, есть ли у тебя силы, выносливость. На самом деле очень здорово. Основная специфика кроссфита заключается в отказе от какой-либо конкретной специализации упражнений. Это может быть и комбинирование тяжелоатлетики, и гимнастика, и упражнения с собственным весом. Его можно рекомендовать всем, кто хочет поддерживать повседневную физическую форму. Кроссфит – это физкультура в хорошем смысле этого слова. Кроссфит – это физкультура в хорошем смысле этого слова. Кроссфит – это физкультура в хорошем смысле этого слова. Продолжение следует...